рейд хрустальный чертог или коротко вог откроет свои двери для игроков уже завтра 22 мая 8 часов по московскому времени и я имею в виду совсем для всех игроков рейд и доступен даже игрокам на бесплатной версии в этом видео я расскажу все что известно о рейде до его начала так что смотри из любопытства но не если боишься каких-то спойлеров то поставь лайк и не забудь вернуться к просмотру после прохождения и еще пожалуйста прежде чем смотреть далее напишите в комментариях как многие зрители проходили этот рейд в первой части и теперь отправляются покорять его в сиквеле и как вы относитесь к такой реинкарнации мне будет правда интересно почитать ваши мысли и так как я сказал хрустальный чертог не совсем новый рейд он был первым рейдом в истории destiny и его релиз состоялся еще в 2014 году для многих стражей он до сих пор остается любимейшим из всех испытаний в игре требуемый уровень силы для того чтобы в первый же день попытаться закрыть рейд 1300 единиц так что по большому счету даже качаться не нужно как и всегда в первые 24 часа с момента открытия рейда в хрустальном чертоге будет действовать режим состязания это значит что уровень силы будет фиксированным для всех и даже если вы прокачаетесь до 1330 допустим единиц или выше толку от этого не будет и урон по противникам и ваша броня будет ровно такая же по эффективности как и у всех остальных игроков по всему миру 1300 единиц однако есть на этот раз и отличие прохождение хрустального чертога в режиме состязания это лишь первый этап после которого вы получаете доступ к новому режиму испытания в консоли навигации и к триумфу в темпе векса это такой специальный список заданий лишь завершив его от и до команда может претендовать на победителя в гонке за звание первых в мире в этом режиме испытания вся боевая группа погибает если хотя бы одно из условий триумфа для определенного столкновения не выполняется конечно список этих самых триумфов уже известен а вот он по большому счету все испытания нельзя назвать сложными они скорее направлены на выживаемость команды на рейде и на сплоченность группы но описание триумфов оказалось подтверждением самого большого опасения стражей в хрустальном чертоге теперь встретятся виверны так что да поможет нам свет то есть схема такая сначала вы проходите рейд хрустальный чертог в обычном режиме и он скорее всего будет мало чем отличаться от своего аналога из первой части вернее оригинала а во второй раз вы проходите этот же рейд но уже с выполнением строгих условий откуда будет запускаться рейд ну как откуда с венеры нет эту планету не перенесли во вторую часть целиком к сожалению но похоже вот тут на орбите появится значок для запуска рейда первый этап которого как раз позволит игрокам прогуляться по небольшому отрезку венеры как минимум это отличное место для ярких запоминающихся скриншотов давайте расскажу о наградах должен сказать что в этот раз они более чем достойные и рейд предложит массу интереснейшего оружия и брони а вдобавок ко всему еще и приятные мелочи вроде корабля эмблем и шейдеров из оружия рейд предложит дробовик признанный вердикт скаутку видение слияния пулемет исправительная мера снайперку месть предит револьвер вершитель рока и ракетницу месть хэзен плюс к этому с финального босса у вас будет шанс получить экзотическую плазменную винтовку мифа борец вексов у каждого легендарного оружия будет еще один двойник особой версии называющийся вневременная скорее всего это что-то вроде адепт версия оружия испытания сириса или сумрачного налета грандмастер а получить такое оружие можно будет только на мастер версии хрустального чертога которая появится позднее в этом сезоне кстати экзотический корабль звездный бродяга также можно будет получить только с появлением мастер версии с этой брони же будут выглядеть примерно вот так это полный вид на каждого персонажа который я нашел на ютюбе так что перенесли их такими же но конечно чуть по графонистее согласитесь красота помимо снаряжения на рейде будут доступны и особые рейдовые модификаторы аж целых 11 штук и мы обязательно поговорим о них отдельно после того как рейд будет изучены хотя бы часть этих модов будет в моем распоряжении за первое обычное прохождение вы получите эмблему бесконечное отражение на если осилите второй забег в режиме испытаний то получите вот такую экзотемпоральность благодаря датамай нам известно что в хрустальный чертог перекочевала система наградного сундука из склепа глубокого камня сундук с отдельным диалоговым окном предложит игрокам в обмен на трофей завоевателей получить либо версии оружия и брони которые они получили ранее с другим набором перков или тут же можно купить сундук который имеет шанс выпадения разного снаряжения с привязкой к этапам рейда вот кстати табличка мы ее потом отдельно и в группу запустим уверен что будет полезно рейд рассчитан на 6 этапов не считая промежуточных прыжков и лабиринтов насколько изменится его механики в сравнении с оригинальным изданием из первой части с уверенностью говорить пока что не приходится так что я не стану делать разбор этапов до их релиза а полноценный гайд будет доступен в первые же дни после прохождения как и всегда не обойдется и без секретных сундуков в рейде которые в свое время стали неким мемом в сообществе в новой версии рейда будет спрятано 4 сундука а кроме них нужно будет отыскать 12 сканируемых коллекционных предметов наградой за которые станет белый шейдер горький жемчуг что ж думаю я и так достаточно рассказал так что для первого знакомства вам точно достаточно ну а если вам хочется проникнуться атмосферой рейда и вот этой всей ностальгии до старта самого вога то предлагаю пересмотреть мое недавнее видео в котором мы с группой соклана входили в бог в первой части и в общем то круто провели время спасибо за просмотр и за подписку увидимся на венере